Всем здорова, народ! Продолжаем проходить. World to the north. Чё? Как я сейчас прочитал? Неважно. Дорога на север, в общем. Значит, в прошлой серии мы принесли документы с Припяти боссу. Ну и теперь нам нужно встретиться с его командой и спуститься в лабораторию X-18. Босс отправил свою команду в тёмную долину, которая вскоре будет исследовать лабораторию X-18. Он хочет, чтобы я присоединился к ним и вернул всё полезное, что мы там найдём. Так, ну для этого нам нужно сначала немножечко подготовиться. 51 тысяча у меня есть. Вроде бы батарейки всё есть. Нужно купить эпинемфрин и медицины немного. Совсем чуть-чуть. В принципе, можно будет отправляться. А, медика-то нету тут. Ну всё, прощаемся. Ладно, тогда идём. Так, по еде вроде всё неплохо. Жить можно, в общем-то. Ну жалко, конечно, что это эпинемфрин ни у кого не продаётся. Но у бармена уж тем более, он же торгует с едой. У Петренко тоже вряд ли бы он торгует оружием и патронами, снаряжением разным. Эпинемфрин это больше к медикам. А медика тут нету. Ладно, мне нужно кое-куда. На тёмную долину можешь провести? Точнее, твой проводник. Так, на долину через свалку, да? Ну ладно, в принципе, бежать недолго. Правда, выносливости нет. Ни хрена. Ну есть, но немного. Но тем не менее. А почему в тёмную долину-то нельзя? Неужели там нет никаких дружественных баз? Походу, нету. Да, это грустно. Ладно, идём по тихой грусти. Кстати, в комментариях писали в прошлой серии то, что, блин, я же мог всё время поспать. У меня же был спальный мешок, парни. Где вы видите спальный мешок? Нету. Вам показалось? У меня не было никогда спального мешка. Вот. О, спальный мешок. Ну всё, теперь есть. Теперь я буду спать, если чё, парни. Но тогда у меня не было. Честно, честно. Я на свалке. Там уже какая-то стрельба. Тут ещё поспать можно, оказывается. Ох, нифига себе, нифига себе. Тише, тише, тише. Это чё такое? А кабан куда? В закат убегает. А, ещё одного кабана пропустили. Ёпта, подожди, а кто на блокпосте для начала? Бандиты, что ли? Да, бандиты. Подожди, а мы с бандитами кто? Чистое небо. Враги? Кто ещё? Тогда мне выгодно, чтобы мутанты тут всех покрошили. Давайте подождём. Это кто? Это сталкеры там уже? То есть на бандитов ещё и сталкеры параллельно напали, нифига себе. Пацаны, выручайте, пришлите кого-нибудь, нарвались на псевдо-собаку на свалке в восточнее депо. Забавно. А, это долговец. Надеюсь, я по нему не попал. Тут и долг, и бандиты, и сталкеры. И что вообще происходит здесь? Можно вопрос такой задать. Ладно, я под шумок подлутаю пока что. Надеюсь, меня сейчас не сметёт. Там плоть или кабан кто там бегает. Оставшиеся. Ну-ка, это кто? А вот, да, бандит. Странности. Мутанты всё прут. Я вот думаю, стоит ли вообще всё это собирать или нет? Это же минус выносливость мне, минус вес. А стоимость у всего этого дерьма, ну, сомневаюсь, что большая. Ещё один мёртвый долговец. Младший сержант. Мунтян. Так, ну всё, вроде всё обыскал. Кстати, я на свалке, по-моему, впервые в этом моде, да? Ранее я тут ещё не был. Опа, сюда лут. Ну и фляжку с водой возьму нормально так. Просто на халяву. Энергетик ещё на халяву. Пьём, конечно же. Вот небольшой буст, но всё-таки даёт. Так, ну и теперь ползём до перехода. Тут, в принципе, недалеко. Но я всё равно буду довольно долго идти. Потому что выносливость у меня расходуется довольно быстро, даже при простой ходьбе. Так, я в тёмной долине, наконец-то. Сталось теперь ещё добраться до отряда. Тут меня никто не встречает. Вроде никто. Что здесь? Пусто. Грустно. Блин, в лаборатории ещё лута, наверное, тоже нормально так будет. А места у меня не очень много. Ладно, в таком случае надеюсь, что лаборатория будет нищая. Хотя, ну не знаю, можно ли тут в напарников складывать лут. Ну, сейчас посмотрим. Господи, собаки здесь. Я опять из-за этого тревога лая по позиционке не понял, где они лают. О, нет. Те самые чёрные собаки, которые заражают радиацией. А, нихрена себе, смотри, откуда бегут. И в каком количестве. Офигеть, вы что, с ума сошли? Ах ты, падла. Валите отсюда нахрен. Давайте, давайте. Жесть их тут понаприходила, конечно, неожиданно. Ладно. Эх, обыскал. В принципе, чё-то срезал. Но опять же, главное... Ох, нихрена себе. А, ладно, я подумал, там лагерь, а там они просто, каждый член отряда как квестовый персонаж отмечаются. Надеюсь, они бессмертные. Тише, тише. О, подлюка, а. Заразила? Не, прикинь, что-то не заражает эта собака. Ладно. В региональном колове в Чернобыле заражает. Знаете, я, пожалуй, пойду. Не хочу их уже обыскивать. Там зомби ходят. Либо места у меня совсем нет. Не знаю вообще, как жить. Места в этом моде катастрофически не хватает. А лута... Ну, не сказать, что прям много, но достаточно. И хочется прям всё позабирать. А мне потом ещё, как я понимаю, с Тёмной долины пешком идти. Ибо, ну кто из них меня проведёт куда? Да никто, никуда. А тут база бандитов, скорее всего, да? Как мне узнать? Ну, там кто-то стреляется. Но не ясно, кто это. Ладно. Может, по сообщениям будет понятно. Если тут бандиты будут ссылать сообщения, значит, тут бандиты на локации. Значит, это база бандитская, скорее всего. Здорово, мужики. Я почти доплёлся. Это я. Здравствуйте. Я с вами должен был пойти в лабу. Ну, здорово, мужички. Привет, брат. Ну, чё-то снаряжение у вас, конечно, так себе. Давайте хотя бы узнаем, кто вы. А, нет, тут нельзя посмотреть контакты. Ладно, сейчас подождите. У вас есть ящик тут какой-нибудь? Блин, тут только поспать можно. Вот это самое странное спальное место, которое я видел в Кула в Чернобыле, реально. Всегда задаюсь вопросом. Нахрена его тут поставили? В вагончике на полу спать? Из-за этого нельзя толком нормально подобрать лут этих ящиков. То есть, типа, я, допустим, его разобью. О, нифига, там ещё маленькая коробочка. Если с них что-то выпадет, то у меня чаще будет открываться окно сна, нежели я смогу подобрать что-либо. Вот, видите, выпали трусы, но я не могу их по-нормальному подобрать. Можно, конечно, как-то авантюрно там через окно попытаться. Ну да, я отсюда дотягиваюсь, но мне трусы не нужны. Мы все ходим без трусов. Так, а кто главный? Артём. Ну, выглядит будто вот этот вот чел главный. Но на самом деле, видимо, Кирилл. Что расскажешь? Особо нечего рассказывать. Я тут за деньгами. Мы работаем в команде. Мы должны знать хоть что-то друг о друге. Может быть, в другой раз. Зови меня Артём. Понятно, давай каждого тогда расспросим. Дима, расскажите мне о себе. Меня зовут Дима, приятно познакомиться. Я писатель и охотник. Движим и любопытством и деньгами. Босс попросил меня присоединиться к команде из-за моей особенной способности. Я вижу аномалии гораздо чётче, чем другие люди. Это побочный эффект редкого генетического заболевания в моих глазах. Последние шесть месяцев я охотился надолг, пока не встретил босса. Больше рассказать нечего. Значит, и глаза нашей команды. Кирилл возглавляет команду. Но я буду осматривать местность, прежде чем мы пойдём в аномалии. Понятно, ты кто? Морис. Почему ты пришёл в зону? Что ж, я работаю день и ночь, чтобы заработать деньги для своей семьи за пределами зоны. Там, откуда я родом, не было места для кого-то вроде меня. Поэтому я взял все деньги, которые смог, и купил себе путёвку в зону. В то время я сказал себе, что должен выжить, и я верну все свои деньги семьи, когда смогу удвоив сумму. Вот почему я всё ещё здесь. Зона учёт у меня чему-то. Как выжить в ней? Понятно. Но из-за кривого перевода иногда непонятно, как читать. В некотором смысле зона не принадлежит нашему миру. Как и я принадлежу миру вне зоны. Не принадлежу. Я постараюсь максимально приблизиться к центру зоны. Ты говоришь как свободовец или чистая небовец? Не думаешь вступить в группировку? Нет, я могу работать с этой командой, но части группировки я никогда не буду. А ты кто? Яша. Расскажи мне о себе. Ну и что ты хочешь узнать? Почему ты пришёл в зону? Это босс попросил тебя присоединиться к нам? Я Яша. Я уже в зоне давно, с военными. Я получил новый приказ. Проникнуть внутрь АЭС и найти способ уничтожить монолит изнутри. Я понял, что без команды и информации это самоубийство. Отказаться от задания я мог. Тогда-то я и сбежал наросток. Я оставил большую часть своих вещей, чтобы остаться в живых. И спрятался от армии. Босс нашёл меня через одну из своих связей и дал мне шанс вернуть своё имя и покинуть зону. Сначала мне придётся работать на него. История интересная, но кривой перевод немножечко всё подпортил. А ты чё расскажешь о себе? Меня зовут Кирилл. Жопу побрил. Я работал учёным внутри зоны в течение нескольких лет. Ситуация ухудшается, выбросы происходят всё чаще. Я хочу отправиться в центре зоны и разгадать все тайны, пока мы ещё можем. Босс слышал, как я говорил об этом в баре и вложил в мои руки сумку с деньгами. Я знаю людей, которые похожи на тебя. Это твой единственный шанс, сказал он. Понятно. Босс попросил встретиться с вами здесь. Ты опоздал, сталкер. Мы прождали здесь некоторое время. Приготовьте оружие, скоро мы отправимся в лабораторию. Мы можем идти прямо сейчас. Я готов, если вы тоже. Ладно, ребята, слушайте сюда. Рядом находится вход в лабораторию Х-18. Как вы уже знаете, это место было заперто на долгое время. Распортировавшие гнёзда. И полтергейсты там могут быть тоже. Вряд ли мутанты не нашли входа и выхода, о котором не знаем мы. И ещё. Это наш новый сотрудник. Он не боится опасности и пошёл в лабораторию Х-8 самостоятельно, прежде чем отправиться к нам. Босс говорит, что он проверенный. Как обычно, боссу нужны все полезные вещи, что мы можем найти в этой лаборатории. Он пошлёт лучших из нас на север, а вот реальные деньги. Чё, подожди. Ладно, предложение смешное. Так что собирайте свои вещи, выдвигаемся. Держитесь вместе. Ладно, пора идти. Let's go. Ну и они мне в напарники присоединились или нет ещё? Нет, вы сами пойдёте? Охренеть, я думал. Ладно, ничего себе. Опять же, повторю, надеюсь, они бессмертные. Так, ну я последний по причине того, что я самый задохлик. У них-то выносливость бесконечная. А у меня нет. Чё по зарядке? Зарядка почти фуловая. Войны блок батареи у меня один пустой. Да, печально. Чё, вы уже внизу? Капец, вы шустрые. Подождите, сейчас я доползу. Ля, ну это трындец. Я не знаю, что можно с выносливостью сделать в этом моде. Это просто шок. Как передвигаться? Ну я понимаю, у меня нагружено, конечно. Но чёрт возьми. По факту, вроде ничего такого прям супер тяжёлого я не таскаю. Но, наверное, это всё шкуры, там всяких кабанов. Они все нормально так висят. Так, парни. Ну придётся, блин, с вами заряд тратить. Типа по-другому я вас не вижу. А, чё, вы просто встали и ждёте, пока я войду? Ладно, погнали. Чё здесь? О, батарейки. А, севшие, зарядка ноль. Ладно, чисто ради статистики. Обучу этот тайник, чтобы он засчитался. Так, ну что, господа. Спускаемся в лабораторию Х-18 с командой. Это должно быть как минимум интересно. Ну и вроде как мы будем с ними уже до конца двигаться, да? Так, они всё ещё не мои напарники, кстати. Оружие опусти. Чё, с ума сошёл? Я думал, они напарниками у меня будут. А они сами по себе? Или чё? А как у нас зомби вообще в спине оказались? Мы же только что перешли. И где пятый? У нас же больше было. Дожди. Раз, два, три, четыре. Ну, а где пятый? Куда он делся? И где? Походу он вниз умчал, или мне кажется. Ладно, я плутаю зомби. Два бинта выпало. Набор батареек. Ёб твои мид. Зомби это праздник на улице. Чай бороды. Борода, ты кому свои чаи продаёшь? Тяжёлый фонарь. Не, зомби это просто шик. В общем, тяжёлый фонарь такой, который юзается, да? Типа. Вот так вот. Прикольно. Так, ну ладно. Чай бороды. Прикольно. А чё он даёт? Радиацию насыщения. Понял, принял два бинта на халяву. Ну, это просто лакшери, я не знаю. А чё, мне нужно с кем-то базарить? Ну, с Моризом могу, но Мориз ничего не говорит, интересно. Кирюху заперли. Вот с Кирюхой надо поговорить. Мы внутри, что дальше? Давайте осмотримся и будем осторожны. Вы видели труп в углу? Этот парень, похоже, был раздавлен чем-то большим. Возможно, это мутант. Похоже, мы единственные живые существа здесь. Идём. Не думайте, что опасностей нет. Смотрите в оба. Давайте двигаться дальше. Ага. Они всё ещё не мои напарники. Я почему-то был уверен, что они станут моими напарниками. Ну, вот именно сюда, в раздел, переместятся. А они тут скриптами перемещаются сами. Я удивлён просто. Просто я думал, в плане скриптов мод этот очень прост. Тут, вот видите, оказывается, что-то есть. Что-то делали реально сюжетное. Помимо квестов. Подай, принеси, убей, поговори. И всё-таки, куда делся пятый? Так, ну, тут кодовый замок. Что делать? Вон, стоять. А, вот пятый. Мы тебя потеряли, друг. Совсем чуть-чуть. Детектора у меня никакого нету, чтобы артефакты искать. К сожалению. Ужалился. Зато два антирада нашёл. Там кто-то стрельнул с ружья. Но я не могу пойти проверить. А, вы ящики, что ли, разбивали? Ну, с Кирюхой всё ещё не могу побазарить. Парни просто патрулируют. Ну, ладно, видимо, мне просто нужно найти код. А почему всё ещё здание встретиться с командой висит? Это как-то странно. Так, сейчас меня будет плавить нахрен от жарок. Даже от нахождения рядом с теми, а ещё стопить. Это не очень приятно. Даже, а тут жарки убрали, что ли? А, точно. Тут жарки убрали, как в оригинале же. Тут чисто вот здесь. Ну, потому что если бы они были как в оригинале, было бы очень тяжко проходить. Типа я уже неоднократно подмечал то, что в школу в Чернобыле, когда ты находишься рядом с жарками, тебя постоянно тормозит, стопит. На микросекунду, знаете, так вот так вот двигаешься. Ну, примерно. Ладно. А тут что? Будет что-нибудь вкусное. Энергетика очередной. Опа, это кто тут фонариком светит? Тоже кто-то из наших тут решил шкафчики все обыскать. Я правильно понимаю? Так. Две гранаты Vogue. Нормально. Но что-то больше... А, ну вот аптечка еще. Ну и все. Больше я тут вряд ли что-то найду. А чего эта дверь не открывается? Странно, ладно. Жму F, но ничего не происходит. Ладно, пойдем откроем дверь. Вот от которой мы только что нашли. Один, два, четыре, три. Что за звуки? Странные. Парни, а вы где? Почему мы с Кирюхой только идем? Привет. Привет. А, все, Кирюха такой подол. Ну нахер и пошел обратно. Я правильно понимаю? Ёб твою медь. Зачем так пугать? О нет, Кирюха уходит под землю. Ёб ты, что это за чудище? А у меня оружие заклинило. Может это оно такие звуки создает? Выносливости нет, подожди. Ладно, давай попьем энергетик. Кирюха, Кирюха, не толкай меня. Иди сам с ней сражайся. Ёб твою медь, ты посмотри. Охренеть, оно телепортируется. Так, парни. Я, пожалуй, пока медициной воспользуюсь. А почему все остальные ничего не делают? Помогите нам. Почему мы с Кирюхой все только делаем? Давай, Кирюха, байте на себя. Отлично. А, она там появилась. Вали ее, вали ее. Где? Главное, чтобы не у меня за спиной. Ну, где эта сволочь? Опять внизу? Господи, как же задрали уже эти звуки. Пошел нахер. Так, судя по звукам, эта тварь где-то у них. Так, Кирюха, Кирюха, прикрой. Кирюха, подсоби, если что. У меня здоровья мало. Так, Кирюха на стороже. Значит, тварь где-то здесь. Или что? Сколько в нее можно стрелять-то, е-мое? Мы, я думаю, достаточно в нее уже высадили. Давай, падла, ты где? А, она сзади, что ли? Нет, не сзади. Ну, сколько можно, а? Кирюха, давай! Наконец-то, боже. Шиппаслено? Что это вообще? Или паслено? Я не знаю, куда ударение ставить. Сука, я перезагружусь, я уже не могу. Может, шумы хоть пропадут? Я сам себя не слышу из этих шумов. Кирюха, что это было? Походка Майкл Джексона в стену. Кирюха ничего не хочет вообще сказать. Я понял. Ладно, пойдем просто найдем код. Господи, как же мне хреново. Я не могу отсюда выбраться. Ура, выбрался. Выбрался прямиком на тот свет. Зато тишина, ура. Просто вот умереть ради тишины. Это то, что мне сейчас хочется в этой модификации. Так, а тут кто-то будет? А, тут будет псевдогигант. Что ж. Не грызи! Ладно. Не буду, сказал псевдогигант. Кстати, многие, ну не то, что многие, но я в комментариях видел просьбы включить полоски хп. Наверное, стоит, потому что мне что-то самому интересно стало узнать. Ну, было, конечно, да? Вряд ли еще раз такого мутанта встречу. А может встречу? Сколько у него хп? Это, во-первых. Во-вторых, сколько хп у псевдогиганта? Мне интересно еще. А где она тут есть? Что я не вижу. Не спамить, что это значит? Интерфейс, длительный ремонт. Вот данные о противнике. Ну, РГДшке, какое-то количество здоровья я ему сношу небольшое. А что я туплю? У меня же здесь подслойная граната. Подожди. Нифига себе. Ну, что-то слабенько. Или, может, я кривой? Да не, я кривой. Надо ему просто в морду было засандалить. Я как-то криво все сделал. Ну, он так тоже пойдет. Блин, ну части спецэдогиганта хочется, но я же понимаю, что они будут весить до хрена. А вот охота. МРЕ-шка в бой. Так. Ученого убили. Отлично. 9524 код. Боже, я просто уже хочу быстрее забрать документы отсюда и свалить. Зачем так, как будто из какой-то шараги собирайся сваливать, да? Но нет. Просто, я не знаю, я уже с ума схожу от этих звуков. Что стоишь, Кирюха? Пошли. Сейчас дверь открою. Последнюю, надеюсь. А где остальные пацаны? Так, не понял. Не понял, не понял. Че это такое? Че это такое? Это че такое? Ладно. О, нет. Бидоны охраняют последнюю дверь. Сейчас разберемся. Бам-бам. Готово. Ой-ой-ой. Из звери кто-то пытается вырваться. А в итоге никого тут нету. Парни, я открыл дверь. Вы идете? Ау, черти. Парни, парни, помогите. Быстрее, вы где? Кирюха, выручи, подсоби. Где эта хрень? Вон она. Да что же она все время телепортируется? Куда она телепортируется? Ага. Опять телепорт. Как я понял, она назад телепортируется, да. Короче, можно ее просто тут ловить и в бошку прописывать постоянно. Можно даже два раза, если успею. Ой, нифига, она падать умеет. Давай, я готов. Ты где? Блин, опять один раз только успел. Там уроненный бидон впереди. Это не якста. О, нет. Подожди-ка. Ну вот и все. Нужно было сразу так сделать. Я же вас не задел, парни. Все окей? Да, давай без шуток. Все хорошо? Нейтрал, да. Так, ну что, снова собираем трофеи. Паслена, паслина. Я не знаю, кто это. Паслина. Короче, масленка. Все. Шип масленка. Это у нас масленок. Новый мутант. О, Кирюха, ты что? Что в полу ковыряешься? Ребен, на документы еще забирать надо. О, нет. Охренеть, тут аномалия. Что мне так плохо стало? Там контролер, что ли, где-то? Или нет? Что все на секунду синим стало? Кстати, давай аптечку примем. Жена, сейчас энергетик бахнет. Так, подождите, парни. Нужно устранить главную угрозу. Бам. И бам. А, вот еще одна. Нахрен. А что здесь? В госходе. Ой, не зря сходил. Ё-моё. Какая вкуснотища. Ладно, ящики разбивать не буду. Там гранаты. Гранаты, во-первых, мне не сильно нужны. Во-вторых, объемные сходим. Лучше что-нибудь другое залутаю. Если, конечно, залутаю. Так, а с кем мне поговорить? С Кирюхой, наверное? Ну, Кирюха что-то... А где он вообще? Кирюха, вовклюха, подойди. У меня выносливости мало. Я все осмотрел. Нашел очень подробный документ в комнате с деформированными трупами и странными машинами. Не думаю, что здесь есть еще что-то. Этот документ поясняет, что это за существо было, которое напало на нас раньше. Он полон данных, которые я не понимаю. В основном результаты экспериментов. Я думаю, что это существо было частью проекта под названием Маслена. Давай просто выберемся отсюда и будем радоваться, что остались живы. Вы вернете документ боссу? Конечно. Запись в КПК. Я прочитаю, как только наружу выйду, потому что это кринж. В этом шуме находиться. Может, это социальный эксперимент? Типа, кто выдержит нахождение в этой лаборатории, тот молодец. Потому что я реально с ума начинаю сходить. Ура, тишина, господи. Загрузочный экран, какой же он прекрасный. Ура, это кончилось. А где пацаны? Я нашел подробные документы об эксперименте под названием Маслюна, который заинтересует босс. Я должен вернуться к нему. А что, они там останутся? Походу. Ладно, что там нашел это? Отчеты о биологических исследованиях. В докладе подробно описаны исследования биологических образцов в лаборатории Х-18. Образцы были подвернуты воздействию психоинформационных полей различной интенсивности. Отчет также скрупулезно описывает мутацию живых существ после воздействия выбросов. Ясненько, что у нас снова в книжке. Я познакомился с Кириллом и остальной командой боссов в темной долине. Вместе мы исследовали лабораторию Х-17. Я нашел подробные документы об эксперименте мутантов под названием Кошмар, который заинтересует босса. Я должен возвращаться к боссу. Это все-таки это мутант Кошмара, а не Пасленок или что там? Масленок. Да не, никакого Кошмара, только Масленок теперь. Ура! Теперь мне пешком ползти до бара. Вау, это должно быть интересно. А сколько выносливости чай бороды дает? А, он не дает же точно насыщение чистой радиации. Нормально, слушайте, можно насытиться чаем бороды. Шип Масленка. Групкий шип, извлеченный из тела Масленка. Его поверхность покрыта странной жидкостью, которая жжет при прикосновении. Возможно, это Кам. Я, конечно, не утверждаю, но вполне вероятно, что это Симон. Сколько времени? 19.06. Жестко. А, ты будешь по мне стрелять на таком расстоянии, да? Ты что, идиот? Я не понимаю. Я вообще вас не трогал. Так, пришло сообщение в Телеграме. Секундочку, мне нужно свернуться, ровать кое-кого. Ура, я дополз до свалки. Осталось не так уж и много, наверное. О-о-о. Вас мне здесь определенно не хватало, сволочи. Ладно, отгрузимся, зато я теперь буду готов. А, да, у меня дробовик клинит. Конечно, конечно. А как иначе-то? Разве иначе бывает? Да, не обрет какой-то. Ладно, с автомата раскидаем. Все, пососите. Тима Горлевой, ожидайте выбора скоро. Мне показалось Горловой. Я уж даже не знаю, за что так можно было прозвать Сталкера. Ну-ка, что, какое там? Топ-53, все еще. Что-то я перестал продвигаться по топу. Мне это не нравится. Ну ладно, скоро 9000 будет у нас ранга. Интересно, а вот эти вот там кирюхи, не кирюхи, а они кто? Какого ранга? Что я их не наблюдаю в топ-100. Жалко. Ладно. Ванька Хохмач у меня на хвосте сидит тоже. Земляк, скажем так, да? Коллега, как назвать? Ну, короче, в одной группировке состоим. Ну, такому, конечно, не стыдно упустить, но... Ой, упустить. Ну, вы поняли. Слово забыл, представляете? Жесть. Уступить. Во. Капец, я дурак. Короче, такому не стыдно уступить. А вот всяких военных и монолитовцев пропускать нельзя. Учёные, конечно, к нам тоже хорошо относятся, но... Всё-таки учёные не равно чистое небо, поэтому... Всё равно пропускать таких тоже нельзя. Так, зарядка почти села, но у меня ещё есть полный армейский набор батареечек. Так что всё нормально. У меня 4 научные аптечки, но я постараюсь их не использовать. А там, я не знаю, на финал какую-нибудь оставить, типа такого. Надеюсь, мне хорошо отвалят за это задание. Даже если плохо, у меня есть целый набор говнища, который можно продать. Надеюсь, там, ну, хотя бы тысяч на 10 выйдет. Иначе зачем я всё это таскаю? Ну, там, конечно, было бы найс каким-нибудь учёным продать там на интере, да? Но плестись туда вообще не охота, а проводник, я думаю, солидно будет стоить. Хотя хрен его знает, надо посмотреть. Чё там за суета творится? Кто бегает? А на барахолке кто? Вроде сталкеры. Мне нужно знать, кто на блокпосте, потому что если там враждебные элементы, будет плохо. Но там вроде свои. А то этот блокпост долгевский, странный какой-то. Его охраняет кто угодно, но не долг. Это сейчас долг. Ну, блин, даже когда долг охраняет, тут всего лишь 1-2 человека стоят. Чего нормальной охраны нет? Это же проход в бар, ё-моё. Ой, фонарик сел, серьёзно? Ладно. Закидываем батарейки, нормально. Ну, я уже подбираюсь к базе потихонечку. Ура, ура. Чё-то ФПС подпросил, кстати, в баре. Не понял. Вы чё сидите здесь? Всё нормально у вас, странные вы ребята. Ладно. Почти пришёл. Уже на входе в бар. Я обязательно доползу. Ну, что расскажешь? Здорово. В торговле. А, ты не покупаешь эти ноготочки, да? Зато всё остальное покупаешь. Чисто интересно, на сколько это выйдет. 10 тысяч. Интересно, а к учёным сколько переход стоит? Так, на янтарь. 3 600. 3 600 обратно, скорее всего, да? То есть, в общей сумме выйдет 7 200. Ну и типа, я не знаю, у учёных я там, допустим, на пару тысяч дороже продам. Тысяч на 12. Блин, пиво ещё ему надо запарил. Короче, я думаю, выгодно идти к учёным или нет. Но я, правда, не знаю, покупают ли они эти коготочки. 12 тысяч, это, ну, я прикинул на вот этом луте всём. Без коготочков. Если они ноготочки ещё покупают, и если они ценные, то там ещё лучше. Ну ладно, сейчас посмотрим. Блин, украинское пиво 700 рублей стоит. Или 800? Ну, почти под 800. Интересно, есть какое-то другое пиво подешевле? Потому что я бы ему покупал только самое дешёвое пиво. Либо не заслужил. Давай, иди. Здорово. Блин, ну знаешь, так тень падает. Вот прям в лица не видно реально. Вот смотри, какая-то аноним тайна маска незаметность. Наша команда исследовала лабораторию Икса-17. Хорошо, что вы обнаружили? После открытия первых дверей на нас топало большое телепортирующееся существо, которое должно называться маслёнок, согласно документу, что я нашёл. Информация очень подробная. И вы все благополучно вернулись? Молодцы. Вот ваша награда. Что дальше? Перед тём, как я отправился в Тёмную долину, вы сказали мне, что хотите отправить команду в центр зоны? Верно. Такие люди, как вы, профессионалы, которые мне нужны. Я хочу отправить лучших сталкеров в центр зоны. У меня есть связи за пределами зоны, которые готовы заплатить миллионы за определённую информацию, которую вы можете там найти. Эти деньги вы не найдёте больше нигде в зоне. С небольшой группой и правильным планом можно будет безопасно исследовать местность. Ты понадобишься найти... Что ты понадобится? Ладно, короче. Найти способ провести команду внутрь атомной электростанции без ведома монолита. Не будучи обнаруженными, речь идёт о самой большой угрозе во всей зоне. И не смогу потратить деньги, если погибну. Как мы можем проникнуть на электростанцию незамеченными и выбраться оттуда? Вам придётся одеться и вести себя как бойцы монолиты и избегать любых контактов. Мы должны выяснить, что они там прячут. Уверен, что маскировка будет лучшим подходом. Значит, мы должны найти способ замаскироваться. Это не будет так просто. А никто и не говорил, что будет легко. Поэтому вы должны собрать как можно больше информации, прежде чем мы будем замаскировывать всю команду. Выследить кого-то в зоне, кто может дать тебе больше информации о поведении монолитасов и зоны вокруг АЭС. Начни с Икара. Не забудь сохранить костюм монолиты, если найдёшь. Он вам понадобится позже. Я поищу информацию. Удачи. Так, маскировка информации ОЧС. Они были сталкерами, как и все остальные. Вот только они подверглись воздействию установок, таких как выжигатель мозгов. Монолит умён, и они могут использовать стратегические манёвры против любого, кто входит в зону. В некотором смысле они были запрограммированы защищать зону от таких людей, как мы. В основном они защищают атомную электростанцию, центр зоны. У вас есть другая работа, кроме сбора информации? Например, собирать артефакты? Если понадобится, я сообщу. Я не продаю никаких артефактов, и меня мало что интересует, кроме моего собственного бизнеса. Один из ваших людей предложил мне дымовые гранаты и глушители. Похоже, у него всё получается. Это бизнес Икара. У меня с этим нет никаких проблем. Икар, это который на вышке, да? Да. Понял. Ну что ж, господа, пообщаемся с Икаром. Икар, да. И, наверное, сгоняем к учёным через проводника. А уже в следующей серии напишите, пожалуйста, в комментариях, кто шарит. Учёные на Интере купят эти ноготочки? Если да, то я по-любому сгоняю к учёным. Туда-сюда-обратно, да? Как говорится, тебе мне приятно. Продам всё это дело, вернусь, поговорим с Икаром и продолжим сюжет. А пока всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте уведомления, чтобы не пропустить новые серии «Дороги на север». Вступайте в группу, заглядите в телегу, всё есть в описании. Также в описании ссылка на плейлист. В случае, если вы пропустили какую-то серию, обязательно посмотрите. Всем спасибо, все свободны. Субтитры подогнал «Симон»!